СТРАНА ЗОВЕТ По указу главы государства, военнообязанных казахстанцев призовут на специальные сборы. Мы вместе! В трудные минуты жители региона с нами на видеосвязи. Оставайтесь дома! Куда обратиться людям из группы риска, если вам нужны лекарства и продукты? По официальным данным Министерства здравоохранения Республики, к этому часу в стране зарегистрировано уже 460 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Больше всего болеющих в Нур-Султане 199 человек, в Алматы 93. Из регионов статистика стремительно растет в Казалардинской области. Там на сегодня зарегистрировано уже 26 инфицированных. В Карагандинской области заболели 22 человека, уже 20 в списках от Тараусской области. Из числа житесудцев на сегодня показатель не изменился. В области болеют 9 человек. Все они получают лечение в больницах. На сегодня выздоровели 29 казахстанцев. 28 медиков заразились коронавирусом в Казахстане. Одна из основных причин пренебрежения мерами безопасности. Для предотвращения внутрибольничных вспышек инфекции глава правительства Аскар Мамин поручил Акимам области обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах. Борьба с мировой пандемией идет по всем фронтам. Принято решение о продлении до 13 апреля действующего в городах Нур-Султан и Алматы нерабочего режима для всех предприятий и организаций, за исключением тех, чья деятельность связана с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения. Также для дальнейшего сдерживания коронавируса необходимо выработать отдельный алгоритм безопасности и работы на объектах жизнеобеспечения. Быть бдительными и детально подходить к поручениям премьер-министра призвал руководство края Акима Матинской области Амандык Баталов. От нас зависит. Вы каждый на своем этом должны более оперативно, более вот так вот, шандармашек, должны работать. Поэтому вот именно по карантинным мерам занимайтесь как положено. Понял, да? По карантинным постам, по другим ты тоже занимайся. Не менее актуальным остается и вопрос обеспечения рабочими местами в этот сложный период. Разработанная дорожная карта занятости сейчас выполняет главенствующую функцию в этом направлении. Благодаря данной государственной программе в стране в ближайшее время будет создано 229 тысяч рабочих мест. Из них постоянными останутся 13 тысяч. 1800 из них будут в Алматинской области, которые что свидетельствуют о грамотной и слаженной деятельности главы области и его команды, отметил Аскар Мамин. К слову, работы по реализации дорожной карты занятости будут начаты немедленно. Самая главная сейчас организация, проведение вот этих тендеров очень и качественный подбор всех строителей. Очень качественный. Уже теперь будут спрашивать, как идет освоение, как идет реализация, как идет стройка. Обсудили на правительственном селекторе указ главы государства о призыве всех военнообязанных на специальные сборы. Министр обороны Нурлан Ельмикбаев подробно разъяснил, кто и каким образом будет исполнять свой гражданский долг. Тему продолжит Азадж Маханов. Количество призывников будет зависеть от потребностей регионов, а сам срок службы продлится три месяца, а в отдельных случаях может быть продлен. Как заявил глава Минобороны, всех военнослужащих обеспечат питанием, одеждой и медобслуживанием. А к работам эти люди будут привлекаться в своем регионе в рамках обычного рабочего дня, то есть с утра до вечера. За военнообязанными на период воинских сборов сохраняются место работы и занимаемая должность. За счет государства им выплачивается средняя заработная плата по месту работы, а не работающим минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц сборов он также получит 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда сегодня составляет 42 тысячи 500 тенге. На брифинге в СЦК глава Минобороны объяснил, кто освобождается от сборов. Это сельхозработники, занимающиеся посевом, педагоги, военнообязанные женщины, а также казахстанцы, имеющие более трех несовершеннолетних детей. Не имеют права призывать и депутатов маслихатов, а также мажорица парламента. Освобождаются госслужащие, чья работа связана с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка. Однако добровольцем может быть каждый, и даже из вышеперечисленного списка. Достаточно обратиться в военкомат по месту жительства. Я хочу проявить свою гражданскую сознательность и помочь тем людям, которые круглосуточно стоят на постах. И в столь тяжелое время, я думаю, что нас, добровольцев, будет все больше. Я узнал о указе президента о воинских сборах из социальных сетей. Так как являясь сержантом запаса, решил проявить свою, во-первых, обязанность, во-вторых, свою гражданскую позицию, прийти сюда и узнать, что да как, когда мы должны поступить. Сейчас просто непростое и сложное время для всего Казахстана. Соответственно, во-первых, надо всем объединиться, во-вторых, проявить свою сознательность. И думаю, тогда мы быстро справимся со всеми невзгодами, которые сейчас есть. Отметим, что проведение специальных сборов в регионах будет осуществляться не сразу, а поэтапно. Решения будут принимать акиматы по согласованию с Генеральным штабом, исходя из потребностей в дополнительных силах и средствах в каждом отдельно взятом регионе. Азад Жумаханов, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. 70 миллиардов тенге будет выделено на субсидирование сельского хозяйства. Под 5% годовых будут кредитовать казахстанских фермеров для проведения весенних полевых работ. Кроме того, они получат на 15% удешевленное дизельное топливо. Об этом в ходе своего последнего обращения заявил президент Касунгам Артукаев. Вместе с тем, как отметил глава государства, взамен бизнесмены должны взять на себя встречное обязательство по обеспечению объема производства, сохранению цен и поддержанию занятости населения. Руководитель командитного товариства, один из передовых аграрников нашей области, Хильниченко Виктор Петрович, считает, что совершенствование льготного кредитования предприятий по переработке сельхозсырья имеет большое значение для них. Делается очень много для малого и среднего бизнеса, для сельского хозяйства, для народа Казахстана. И мы относимся к этому со всей ответственностью. Сегодня нам оказана огромная помощь. Выделяется субсидированное дизельное топливо, которое, наверное, 50% затрат на весенние полевые работы вложится как раз на горючие материалы. И сегодня еще государство нам помогает нашим людям, которые освобождаются от всех видов налогов, от фонда заработной платы. За это, государству, огромное спасибо. Мы все сделаем для того, чтобы наше государство всегда было обеспечено продовольствием и сельское хозяйство никогда не подводило и не подведет. 16-й день карантина действует в Нур-Султане. Передвижение граждан и автотранспортных средств жестко контролируется. В каждом районе за ситуацией следят стражи порядка. Порядок внутри города контролирует 26 мобильных блокпостов. Проверяют каждую машину. Передвижение без особой причины грозит 15 сутками или штрафом. Большая часть населения города придерживается маршрута из дома на работу и обратно. Со вчерашнего дня правоохранительные органы проверили 148 машин. Из них 98 – грузовые. Они поставляют в Нур-Султан продукты, медикаменты и строительные материалы. Крупным металлургическим, а также железнодорожным и авиационным компаниям запретили сокращать штат своих сотрудников в период чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. В этих отраслях сегодня работает свыше 700 тысяч человек. Из них 125 тысяч заняты в сфере железнодорожных перевозок и больше 20 тысяч в авиации. Кроме того, 98% всех международных полетов приостановлено в столице и Алматы с 1 по 13 апреля. Закрыто выполнение всех регулярных внутренних перелетов. А это 540 рейсов в неделю по 45 направлениям. Однако пассажирские перевозки все же будут выполнять, но только для возвращения наших соотечественников из-за рубежа. За свадьбу во время ЧП накажут жители ЖТСА. Административное дело заведено в отношении владельца Тойоханы и организатора торжества. По данному факту сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате выяснены все обстоятельства, установлены виновные лица. За нарушение режима чрезвычайного положения сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 476. До сегодняшнего дня специалистами выявлено 7 случаев нарушения режима чрезвычайного положения со стороны населения в Туркестанской области. Продолжаем выпуск. Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции принимаются во всех регионах Алматинской области. В Панфиловском районе, непосредственно граничащим с эпицентром пандемии Китая, приняты серьезные меры по профилактике вируса COVID-19. Создан оперативный штаб из 20 человек, развернутое специальное отделение в случае выявления инфекции у жителей. Проводятся регулярные дезинфекционные работы. Вовлеченные в это сотрудники обеспечены достаточным количеством медицинских масок и дезинфицирующих средств. В связи с республиканским карантином, подробнее об эпидемиологической ситуации в данной местности, наши корреспонденты узнавали в онлайн-режиме. Мы развернули три отделения на базе районной больницы. Это госпитальное отделение на 35 коек, обсервационное отделение на 70 коек и прорезинное отделение на 20 коек. Для недопущения данной инфекции в районе, вокруг нашего района, создано пять санитарных постов. Основными функциями этих постов являются анкетирование термометрии, выезжающих в город. Волонтерские организации страны объединились в условиях режима ЧП под лозунгом «Безбергемес». Добровольцы ежедневно, несмотря на любое время и любую погоду, помогают тем, кто сейчас больше всех нуждается в помощи. Продуктовые пакеты развозят пенсионерам, малоимущим, многодетным, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В этот раз челлендж «Делай добро» поддержали волонтеры ЖТСУского, Государственного университета и Центра обслуживания молодежи. Они раздали все самое необходимое трем семьям областного центра. Я считаю, что это мой гражданский долг в столь сложный период для страны. Мы должны объединиться и показать сплоченное единство нашего народа. Воспользовавшись случаем, хочу признать всех нерадушных граждан присоединиться к акции «Добра» и делать этот мир добрее. Стражи порядка не только следят за общественным порядком на улицах и соблюдением требований режима ЧП, но и оперативно реагируют на все происшествия и обращения граждан. Несмотря на почти 50-процентное снижение с момента объявления режима чрезвычайного положения уровня преступности, по-прежнему находятся граждане, нарушающие уголовный кодекс. Оперативники задержали мужчину, который обоснованно подозревается в мошеннических действиях. Несколькими днями ранее за аналогичное преступление была задержана женщина. По обоим фактам ведется досудебное разбирательство. В управление города Алдукруган обратилась гражданка, которая просит принять меры в отношении парня по имени Алмаз, который обманным путем под предлогом предоставления товаров завладел денежными средствами. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий был задержан 40-летний мужчина, уроженец Актюбинской области, который дал признательные показания по данному факту. В ходе следственных действий было установлено, что данный гражданин был причастен к аналогичным преступлениям по городу Алдукруган и привлекался к уголовной ответственности по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть мошенничество. Казахстанцам старше 65 лет ограничили передвижение на улицах. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача страны. Оно предусматривает обеспечение доставки продовольствия и медикаментов на дом. Куда обращаться за помощью и что делать гражданам, подпадающим под ограничительные меры, расскажет Алексей Цой. Заурея Исабаева – пенсионерка. Ей 68 лет. Супругам вдвоем живут в Алдукругане. Ограничительные меры женщина понимает. Говорит, так государство заботится о гражданах. Но выход из ситуации искать как-то надо. Необходимо закупить продукты питания и медикаменты. На помощь пенсионерам пришли волонтеры. Мы, пользуясь помощью волонтеров нашего житцу Жастары, хотели поблагодарить с мужем, что есть такая молодежь. И они нам помогают. Мы, конечно, попользовались тем случаем, что имеем возможность, но не могли выйти на улицу. Помогли в этот день волонтеры областного центра и Любовь Абсакалове. Женщина – пенсионер с инвалидностью. Уже как пять лет передвигается на коляске. Проживает в областном центре вместе с несовершеннолетним внуком. К слову, без сопровождения взрослых детям также запретили находиться на улице. Сходить в семье просто в магазин – еще та беда. Аптека и вовсе далеко от дома. Я позвонила, меня записали, и ребята сегодня привезли. Спасибо большое, кто этим занимается. Старикам помогают, бедным. Это огромный и низкий поклон. Обратиться за помощью могут люди с инвалидностью, пенсионеры и других социально уязвимых категорий. Достаточно лишь позвонить во фронт-офис волонтерского движения по номеру 404-404. К слову, схема получения продуктов и медикаментов максимально прозрачная. В постановлении есть людям за 65 лет, нежелательно выходить. И то есть эти люди звонят нам в колл-центр 404-404, оставляют свою заявку и получается скидывают свои средства на Каспи Голд. Мы по их списку закупаем продукты, закупаем медикаменты и бесплатно делаем доставку с помощью автоволонтера. Люди, которые находятся на заслуженном отпуске, то есть на пенсии, могут скидывать свои удостоверения нам на WhatsApp. И получается мы с помощью этих удостоверяющих документов можем по 10% скидке взять. Получить медикаментозные средства также могут граждане, состоящие на диспансерном учете. На сегодняшний день в связи с внедрением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, значит, в нашей поликлинике проводятся все мероприятия, чтобы пациентам старше 65 лет обеспечить лекарства с доставкой на дом. Диспансерные больные, которые состоят на диспансерном учете, значит, им выписываются лекарственные препараты, и средними медицинскими работниками, социальными работниками лекарственные средства доставляются на дом. Лекарственные препараты в зависимости от нозологии, в зависимости от того, с каким заболеванием пациент состоит на диспансерном учете, выписываются максимально сроком на 3 месяца. Алексей Цой, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. В Австрии число безработных в прошлом месяце выросло на две трети. Чтобы сохранить людей на рабочих местах и помочь бизнесу, Европейский Союз выделит 100 миллиардов евро в рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях карантина. Выходные в России продлеваются до конца апреля. Президент Владимир Путин продлил режим борьбы с коронавирусом до 30 числа. В своем телеобращении к россиянам глава государства выразил свои слова благодарности медицинским работникам и волонтерам. Ведь именно они в эти дни остаются на рабочем месте. Владимир Путин также подчеркнул, что в нерабочие дни у граждан страны сохраняется заработная плата, а приоритетом правительства остается сохранение рабочих мест и доходов. Живая природа морей и океанов находится под угрозой. Большинство морских видов может оказаться на грани исчезновения к концу нынешнего столетия. Выбросы углекислого газа, попадающие из атмосферы в океан, вызывают опасное для многих животных закисление. Порты также влияют на морское биоразнообразие. Даже световое загрязнение побережья может наносить вред мелким морским животным. По мнению морского биолога Никки Кикликоглу, Мы хотим защитить море, и мы должны это сделать, потому что тем самым мы защищаем самих себя. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова